Сегодня работаем в сервисе поэзии и начнем немножко не по графику, начнем немножко раньше с обсуждения поэзии Александра Лыжко-Верлова. Здравствуйте, Александр, подержим вас сюда, скажите нам о себе, чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь, потом сядете в радость в свое место и начнем ваше обсуждение. Вот так же, если вы выходите, то вы не можете... У меня в окна на лицо... Лицом ты его когда-то... Он сейчас расскажет для... А потом вернется обратно. Александр Лыжко-Верлев, приехал из Липецка, 27 лет, работал по специальности преподавателя истории мировоззлодочной культуры, работал в школе, сейчас в школу ушел, работал в флоп-панке, которая всегда рядом, в зеленом, и вся эта команда важна. Что касается стихов, впервые писал, что-то в Солбик, около 16 лет мне было, что-то более-менее осмысленное стало получаться примерно в год 14 лет. И что касается стихотворения, и читать что-то можно. Как вам количество? Чтобы ворваться без спроса, музыка временно идет, взвизгивать будут колеса, будет муча регионская, неграя немого, мелочи грязного реча, что-то проблемно стемного и вековую печаль. Ляск, полумерных трамваев, птичьи, бары и налдежь, музыка эта жива, жизнь живей не найдешь. Для биджетов и спецов, для площадей и ущет, музыка вечна, ради слова, не появится еще. А небо застелено белым бельем, как в койке в больнице, соседи вздыхают, в чем в своем, со скукой на лице. На ладони курилки, успокоен строк, без спорщей грусти, сказал, да, не нападаешь, да, не западаешь, да, не западаешь. Ускорую девочку не вертеть, а написанную судьбе, а неизбежен конец пяти, возвратишься назад, сидеть. Оттого я спешу встречать проходящие поезда, собачонки худой печаль, во-первых, туда-сюда, где скучающие часы, чемодатная толкотня. Я жепчу себе, глупый сын, отыщи, отыщи, отыщи мне. Примеряю весну, как пальтишка с чужого плеча, от тепла потвык, словно густ в своем собственном доме. Сколько солнца закрыто в привычных, полно мелочах, трех в огнях пруда, покормиться в рубеже ладони. На согретой скамейке присесть, и нисколько не жать, отошедшей зимы, это было давно, и мы с нами. Наклонившись сорвать, и в неловких руках удержать, небо синей киш, ведь растет, и военность под ногами. Спасибо. Александр, расскажите еще, когда вы не говорите, что вы произвели поэзия, это повлияло ваше творчество. Значит, вы влияло, я не знаю, с воздуха мне говорит. То, что мне, вот меня заинтересовало, что человек, да, у меня трагическая судьба, такая взломанная. Вот, уже потом я его оттуда поэзия для себя. Надеюсь, всегда от вас в этой связи побывать в холод, где, да, посмотреть все улицы, по которым он ходил, дом, где он жил, да, в последние годы и так далее. Вот, сегодня частично это удалось, и, слава богу, что такое возможно, я представил. Спасибо большое. Спасибо. вы решили смехи начать я вчера молчал что нам сегодня в некотором роде повезло мы начали с Александра Степов Александр человек уже в соответствующем возрасте и отборкой, которую не стыдно представить тем более на Беловские семинары я посмотрел, он много участвовал в различных воронежских молодежных встречах я думаю, что было где-то учиться и это заметно по стихам что можно сказать от меня Александру только натурственные слова Александр, писать надо многое первое, да? часто это как Господь дает но многое не стесняется и не обладывает этот долгий ящик возраст самый цветущий ближайшие 15 лет вы напишите почти все, что можете написать не бояться работ есть стихотворения большая часть, на мой взгляд, стихи завершенные и готовая публикация это и у помойки и стихотворение примеряет силу и небо заседано белым бельем чтобы ворваться без спроса то, что вы читали это завершенная стихия здесь не прибавить, не убавить сколько веревочки не верти а сколько веревочек не верти но есть и, на мой взгляд, не совсем проработанные вещи но это не характеризует с точки зрения какой-то отрицательной просто мне кажется, что они не доработаны я смотрю, как сам человек пишущий думаю, а почему бы не доделать их потому что начало хорошего существования мы возьмем пока еще трамваи живы мне кажется, и я живу не тощая справка из архива а наяву тоже ничего не прибавить не убавится и ритм, и душа и все слова на месте ничего лишнего стук металлического сердца вновь одурманивает сном и капится в огонь по детству где я в окно смотрю у мамы на колени и жизнь проста, как дважды два а город полный надеждений волшебства да ну вот как этюд я бы на этом завершил его и даже некоторые сбои ритма вполне оправданы чисто эмоционально можно это оправдать если здесь завершается творение в виде этюда трамвай из детства но дальше мы имеем продолжение это творение и это продолжение мне показывает что автор не совсем справился с материалом финансов творения звучит так нет мелочи и детство скрылось за поворотом то есть получается что автор мелочи это на проезде то есть автор не может проехаться на трамвай только из-за отсутствия мелочи ну как и так банально на мой взгляд не то же банально даже а снижается поэтический град предыдущего текста и абсолютно стирается все смысловые нагрузки которые там есть потому что ну если вы так все просто выучили через мелочь вернуться туда то вы расскажите нам потом где этот трамвай и где мелочь взять вот смотрите вези я память и укроюсь пробив по карточке билет вот тут идет то что чаще всего случается у нас когда мы не знаем точно что мы хотим сказать вези ну хорошо понятно вези трамвай обращение вези я память и укроюсь от чего неизвестно тайно здесь не печать от чего мы будем укрываться пробив по карточке билет вот знаете какое нагромождение слов пробив по карточке билет ну мы только что с вами видели как Александр блестяще может формулировать мысль пока еще трамваи живы мне кажется и я живу ничего лишнего здесь и карточки и билеты и ну набор слов туда где самый светлый голос все вот это уже пошли штампы из-за той песни которая часто случается когда мы себе все прощаем туда где самый светлый голос только свет вот все это от того что не завершив вовремя стихотворение Александр начинает пытаться выжить самому ему еще на мой взгляд непонятный смысл там было ему все ясно что он хотел сказать здесь он не знает он пытается идти за словом за строчкой пытается начать это вдруг получится давайте посмотрим получится у него что-нибудь оказывается свет свет не тот свет вот этот вот свет детства и материнства матери матери которая свет тепла исходящий а это фонарный по глазам и только свет фонарный по глазам свет фонарный по глазам сочетается в двух строчках хотя он его и разделил но причтение и ничего не получится мы все равно будем и только свет фонарный по глазам но это все мелочи на самом деле вот эти отрывки этот отрывок вторую часть я бы вычеркнул и никаких обсуждений на смотрите раз ужин сайду без снежья декабря деталь интересно без снежья декабря касающиеся конкретно какого-то периода в тот день когда этот трамвай вы увидели но мы же с вами попадаем полу мистическую ситуацию с трамваем трамвай цена мистического совершенно не важно мне кажется в этом есть это мистической ситуации снег или нет областей даже главное там тепло мамы детства и этот волшебный трамвай который у нас катится сейчас ребенку миллион да и соответственно когда появляются еще и пенчужки появляются пенчужки то тут уже совсем перебор толпутся то и несколько пенчужек у фонаря ну понятно как у него включает он ищут ту самую мелочь которую вы найти не можете анекдот знаете ты говоришь ищешь мелочь там 9 рубль потерял а что здесь ищешь здесь светло вот вы в этом все в этом отрывке ищите мелочь которая ищет потому что там светло под фономер я вам предлагаю вычеркнуть и будет чтобы никто никогда вас не спрашивал где вы эту мелочь ищите мне кажется что вы вам это святого рения удалось уже до я даже уверен и закончила рационом многоточие а город полон надевления и волшебства все чисто светло я бы сказал что она у вас будет включены в стихотворении вашем творчестве но он будет завершенным и вполне читаем а может даже кому-то будет оно дорогое особое воспоминание нормально да интересно интересно еще что я буду нужно проходу много прочитали появится александр отличается умением тем которые присущим поэту который работает давно это и первая строка существует у него всегда и последняя строка он умеет почти все почти все умеет чего надо уметь чего вы надо добавить чуть пошире из всего что я прочитал я понял что вы эти стихи биографии по большому счету это судьба это поиск себя и что мы с вами видим по вашей судьбе малом и малом и очень мало мы а хотела бы больше а поете узнавать из его стихов вы же учитали и сильно читали а вы судя по вашим стихам вы очень начитанный человек но образование вот это уже совсем мировая художественная культура это серьезно правда не понятно чем там банки себя занимаются а издательском совете там банки деньги за а то может издательский совет сделали если на работу художественной культуре пользуются без банка значит посмотрите я считаю что вот всем участникам почти можно обратить внимание на то как акцент созидают первые строки своих стихов примерялись ну как по чешу с чужого плеча у помойки раскурив акулы они на заселены белым бельем чтобы ворваться без спроса и смотрите какой зависами чтобы ворваться без спроса вроде бы простые слова но они за собой сразу тянут продолжение нас вопрос куда раз зачем два что тебя видит это врывание без спроса уже возникает эмоциональное напряжение а следующая строка у нас все рассказывает музыка время найдем сразу появляется герой сразу появляется действующее действие это умение она приобретается за счет опыта вы готов что вы пишете правильно сказали 16 лет и за это время много уже уничтожили ну что финал финал я вам вам скажу почти 5 финала последние строчки как мало написать первую строку нужно еще написать финальную строку есть замечательная поэтесса надет глава я ее очень люблю за то как она начинает и завершает стихи да но ведь это каждый большой поэт этому когда-то учился и стихотворение без первой и последней строки оно рассыпется у вас они есть солнце свет приветливо спокойно и никто ни в чем не виноват тут рубцов на я не буду по духу такой рубцовская не я не говорю чтобы цитируете рубцова вы по духу такой абсолютно простота высказывание вечную мысль не скажешь что она сказывает о наклонившись сорвать и в неловких руках удержать небо синюю тише и растет не боясь под ногами 5 плюсов и что-то про волны и море звучит с этажа из колонок александр четко знает о чем он хочет рассказать и поэтому они чаще всего не не очень объемные он не плутает у них вот единственное стихотворение в котором она заплутал с трамвая вместе оно самое длинное на него и из-за этого он и заплутал потому что все что нужно он высказал в самом начале а дальше начал крутиться вокруг трамвая вместе умение выдержать себя удержать себя и дать расплываться мысли тоже я хотел бы отметить как ваша достоинство давай немножко тематики любви семейного счастья вот это сразу изменит тематику реже будете помойки раскурить окурок один а посмотрите как хорошо сказано во первых александр нас ввел ступор этой строчкой первом стихотворении когда мы перебрали его подбор почти все помойки в турифах и сразу возникает такая протест взрослого человека что нельзя что-нибудь помягче прислать нам зачем над нами так ерничать а потом понимаешь что никого ерничество обычной жизни почему бы и нет чем же это слово помойка так претит русской поэзии достаточно часто встречается поэзии 20 века а тем более что она здесь не ключевую роль играет оказывается она всего лишь акт современного общежития нашего социуме помойки русскую рифакуру бросил звон вчерашнего вина магазина топовую пануру плоти от плоти странная страна что три звона новых глаголин бушит боль развалов утра солнце свет привет и беспокоит и никто ничего интересное здесь в этом ситворении несколько раз причитывал этот отзвук рубцовской рубцовской иронии одновременно многозначность и образность интересная звон вчерашнего вина молодцы всем бы научиться так образно говорить молодым автор вместо чтобы сказать бросить бутылки из-под вчерашнего вина мы александр выдает нам образ металл он вчерашнего вина в которой очень много значит я не высасываюсь пальцы просто навести много значит потому что звон подразумевает не только пост тогда многое может нести особенно если мы дальше прочитали прочитав это творение поймем что там может быть и другая наполнение кроме какой-то пьяной вечеринки может быть это размышление о жизни глубокое появляется странная страна трезвон новых колоколин то есть он сочетается рифмуется этот трезвон с этим звоном явно неслучайно рифмуется и опьянение возникающие от трезвона в душе и от звона вчерашнего вина который остался как похмелье она вот и дает нам это странное состояние гражданина стране где никто ни в чем не виноват мне кажется очень удачно и подборка александр спасибо ну что если вы хотите чтобы я поругал вас давайте скажите на что я не знаю как много вы пишете поэтому если вы пишете мало считать что я вас поругал что вы пишете мало сегодня вообще пишут все мало 27 лет собрали свою первую книжку учу вас есть первая книжка ругать освещение на что написать рецензию вашу первую книжку и говорить о том что нас ждет вас спасибо за то что вы участвовали я думаю что чем больше достойных автор будет писать нам свои стихи и прозов тема тем будет правильный потому что как-то так повелось что сегодня молодежь не хочет участвовать фестиваль она вот мы приедем вот и вы сказали что хотели посмотреть на вологдорчина знаете где родились такие большие писатели как делов рудцов будут их очень много сегодня фильм должен показать уже даже в коротком списке 6 да там я думаю десятка полтора только с большим времен что дерзайте любите волокду приезжайте сюда почаще пишите мы будем следить за вами в дальнейшем как вам отвечать на выпей покажем спасибо вы желаете антенциум как говорится и еще будут отказываться нет без слова так даже не а а а а не значит вы поколение моей точки что примерно европейсинку старше есть такие талантливые и симпатичные молодые люди и все потеряно у меня как будущей девушке у меня пять девушек на будущее я первая сказала и рядом с ним еще внутри Александровна хорошо я каждую подборку, когда прочитывала я снимала какую-то строку, которая в этой подборке для меня явилась и вот для подборки Александра для меня стала строка музыка это живая в жизни живей не найдешь мне самое главное то, что музыка его стихов это действительно живая музыка и когда я на его подборку ставила такой плюс большой я поняла, что это не только плюс это еще и крест если человек талантлив и он обладает каким-то ресурсом образовательным эмоциональным эмоциональным и в каком-то смысле графоманским в хорошем смысле то есть ему нравится сам процесс письма то это его крест его миссия сложив которую и вряд ли он будет в жизни в каком счастье поэтому в этом смысле Александр видимо обречен какой бы он банк не уходил сколько бы он денег не зарабатывал я думаю что удовлетворение в жизни он будет получать то так когда кроме так сказать продуцирования каких-то средств на прожитие он будет еще и рождать стихи что касается достоинств подборки Александра после поезда начал что-то трудно о чем договорить он зашел так и эдак и так сказать словами или слов и о многом уже сказал я для себя отметила прежде всего то что мне нравится именно у Александра в сравнении с другими молодыми подборками присутствие мысли краткость стремление к афористичности он сам пишет о себе вы пишете о себе что вы строгите в чужих стихах строгите своим стихам и эта строгость желание сказать сконцентрироваться она для меня в вашей подборке одна из самых таких важных опять же сравнивая не вас с вами молодым это трудно совсем молодым трудно я не знаю ваших правильных стихов которые вы все зажгли по всей видимости я могу сравнивать только со стихами ваших ровесников и в этом смысле присутствие рационального стремления организовать политическое пространство и умение это делать для меня это условное достоинство я как аналитик привыкла к тому что часто ко мне приходят люди которые мыслят потоком случайных ассоциаций в каком-то смысле это тоже хорошо когда у человека есть проблема только так он может пустить свои бессознательные но когда мы работаем с автором мы как раз стремимся к тому чтобы автор все-таки организовал свои ассоциации в определенную какую-то систему в контекст где нам с ним будет комфортно мне с вами комфортно потому что я понимаю о чем вы говорите и каждое стихотворение у меня вызывает определенную определенное воспоминание с чем-то расставляет для меня это важно для того чтобы не быть совсем так сказать такой водянистой в своем выступлении я постаралась найти хоть какую-нибудь волоков очень старалась потому что может быть сюда вероятно не только за дефирам но и за боками тоже поэтому я старательно старательно что-то сказать что-то выискивала даже не волоков а у меня есть несколько вопросов строка дождя музыкальная партия на клавире слова клавир для вас это что музыкальная инструмент для меня как музыканта по первому образованию клавир это переложение на ноты то есть клавир опера клавир поэтому у меня двойственное отношение к этому слову а имейте ввиду что он не может тоже потому что клавир как инструмент он для большей части музыканта вторичен в его звучании дальше еще окончание стихотворения сквозь веревочки дверти я шепчу себе блудный сын отыщи отыщи меня вот тут я зависла блудный сын который который ищет лирического героя лирический герой отец лунного сына если он сам блудный сын то он ищет себя или еще что-то ищет а меня вот в этом смысле мне показалось здесь не совсем прояснено что вы хотите сказать хотя я уверена что вы сказать что-то совершенно определенное но это определенное я пока не не схватила я нашел что он может сказать я тоже так же заткнулся наверное четвертую строчку возвращаешься назад к себе так значит семья он уговаривает строго с собой а ты счастье так вот у меня меня слово обведено именно поэтому я подумала тут семья должно быть ну как-то уж очень просто да 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 вот но во всяком случае есть децидент для продумывания далее значит опять же мельчайшая плаха видимо на мой женский взгляд вязать полумерзгут в трамвае птичьи и бабе колдеж для меня бабе колдеж немножко грубовато в контексте ваших так сказать вот тонких вещей вот это видимо гендерные такой посыл вот вообще не люблю слова баба бабе колдеж тем более не люблю вот но это уже на ваш так сказать мужской вкус если у вас там все так я не могу с этим смотреть так и еще несколько штучек которые свойственные не только начинающим и молодым поэтам но сколько угодно взрослым умелым и просто уплескивающим какие-то поэтические аналогии в достаточно таком эмоциональном ничем слияние значимых слов в в строфе где значимое слово примыкает к другим слогам значение безударности какой-то вот я несколько штучек вам покажу я знаю что вы это чувствуете и знаете это просто ради того чтобы оттенить вашу почву сказать ваши почвы совершенства примерялись ну как партишка с чужого плеча а теплопад вык словно гость в своем собственном доме вы говорите и своем собственном да но слово свое оно значимо и оно оказывается совершенно безударной позиции оно примыкает в стопе примыкает к другому значимому где есть ударение и из-за этого есть ощущение какого-то слияния в своем собственном доме и делает слово свое несколько девальбированным оно звуковом и в ритмическом отношении нужно стирается это не обязательно в этом месте где-то может быть и еще вот здесь просто я это отметила и еще сейчас найду тоже то же самое так вот это а вот музыка вечно жаль слова не появилась еще вам пришлось сделать запятую после жаль и понятно что когда вы будете читать вы будете делать вот но чисто по теоретическому канонам жаль слова у вас опять слово жаль значимое оно примыкнуло к другому значимому безударной позиции опять же ничего переделывать не надо просто сам факт вот таких некоторых неврежностей даже ну вот стольжений таких проскальций иногда так еще одну штучку тоже найти сколь веревочку не верти а написано на судьбе написано я замаломала голову это сформулировать по-другому но на судьбе тоже не очень хорошо чувствуете сами написано на сгрыжале может быть написано а судьба настолько абстрактное понятие что представить себе что там что-то еще и написано в нем в этом понятии метафорически что-то может быть обозначено а конкретно написано но опять же это не для правки это для обдумывания таких каких-то вещей а я закрылась я вчерашний прозаик нельзя слышать значит что касается стихотворения о котором Борис Иванович говорил про фонарный свет и прочее я к концу этого стихотворения придраться особенно не могу потому что мне показалось что там как раз акцентирование безнадежного отчаяния от утраты этого детского состояния каких-то бликов пришедших именно из детских трамвайных вот этих воспоминаний сюжетов и оно меня нисколько не скажем так не разочаровало на окончании тем более что и начинаете и заканчиваете вы весьма крепко количество хенчужек помоек и всяких прочих других дел в вашем варианте меня не тревожит особенно потому что я прекрасно понимаю что такое поэтизация такого такого миллионовского скажем так миллионовского немножко оригинальности поэтизма когда говорим о рубцове часто ну рубцов поэт почему он же был безбытием он же был как бы сказать вне каких-то мещанских разных таких будин прелестей то есть попытка может быть доминанту в этой подводке такую сделать это ваши традиции в россии обязательно поэт должен быть пьяным несчастным но еще и курить поможет но я не думаю что это это единственное ваше представление поэтизме которое у экспертов вдруг родила какой-то какой-то вопрос я думаю что у вас в остальных ваших подборках это вполне вмен почему я об этом говорю на семинаре не на прошлом а два года назад пришел мальчик который принес подборку про какие-то жуткие совершенно панвалы про какие-то там я не знаю вещества про лохмотья про каких-то жутких там я не знаю легофренов которые его окружали что мальчик с улочки одеты абсолютно так сказать привычный и такой я бы сказала благополучный и с лишним даже благополучный свидетель для поэта когда все стало ясно он не может ощутить в своем благополучии ничего поэтического нужно обязательно добавить что-нибудь это какого подвального я не знаю кашпан не поэтичный поэтому я думаю что ваши эти образы они для вас ограничены не являются попыткой сказать добавить чего-то маргинального в ваш банковский неваргинальный год вот вообще очень приятное знакомство вы были в прошлом году у кого выяснили ну точно не у меня поэтому поэтому я жаль я что вы с вами не какие хорошие мальчики если вам не нужны наши заметки наши заметки у наших девочек было спасибо спасибо вам я добрый день а дмитрий я работал вчера на семинаре прозе это единственный случай поэзии когда мне захотелось я глядел вот для себя я разводил мужчину вот здесь мне было интересно познакомиться молодец кто приехал думаю это будет полезно меня в этой подкорке нет ни одного спитворения любви где любовный обилик есть что то есть есть у тебя есть у тебя как у тебя там вот то есть все тебе сказали все на фамилице слава 27 лет только не молодой и очень молодой человек зрелый мужчина и работать в полную силу работать вот здесь написал что нужно начинающему автору все правильно мы тебя до этого не знали как-то значит ты поступал именно так нигде не светился особо негде не заполнял никаких километров метров наверное спокойно сейчас ты там побывал там тоже надо потихоньку останавливаться тебе надо просто работать и не считать себя ни в коем случае молодым вот сейчас нет представителей завета я ко всем обращаюсь да какая разница читателю молодой или не молодой он читает ему нравится или не нравится извините 15 лет не снимем и 70 лет не пишем равны не знаю там не года первый вариант Тараса Гульнов в 25 лет написал ребенок поэтому не надо себя называть молодыми братьями а то у нас в этом совете наверное до 50 лет будут молодыми авторами а потом сразу ветераны сейчас вы никакой не молодой все примут вас на союзы будет у вас работать на полную хорошую конечно ну хотелось бы больше индивидуальности потому что здесь я вижу первых слов там таких стихов вы не являетесь чем-то таким исключительным я не скажу прямо все но вы уже хорошие но надо еще что-то совсем свое найти чтобы открыл да вот это плашкалер вот вот я вот это большое спасибо я приехали однако не я даю просто дружеский совет один из моих товарищей у меня на пяти власти что у нас прекрасный поет замечательно все занимается мейцинадом это не то что вам надо Поэтому, конечно, поэт человек свободный, он как у Сергея Шурганова, в свое время, когда он баллотировал свою духу, обнаружили невецеприятные высказывания юности о Путине, и в итоге, думаю, он не попал 10 лет назад, а сейчас попал, 12 лет назад, а сейчас попал, да? То есть, поэтому можно из банка вылететь за помойку, вы готовьтесь, да, враги будут, да, враги будут, а вы ему чего не хотите научиться сказать? Можно какое-то сих порей не надеяться. Время у нас же есть еще немножко, убежать, что-то начало. Какой-то ответ на слово, если я хочу. А то он потом убежит, но его больше не увидим, здесь вот, а то и два, а то и три. Хорошо, ты ему ездить везде. Я только вам, не шли. Возьмите, пожалуйста. Приезжайте в Ленинс, наверное. Да, приглашайте, приеду. Прежде всего, спасибо огромное за те слова, которые были озвучены, безусловно, если что из этого подчеркнули себя, собственно, для этого и посещаешь такое мероприятие, чтобы потом можно о чем подумать. Безусловно, о чем подумать здесь есть. Что касается банка и всего прочего, это у нас зарабатывали денег, не более того. Но, все-таки, если бы это было основное, я бы стать приеду. А что касается стихов, как назвал, у меня память такая, что когда надо ничего не вспомнить, когда не надо, я не режу, да, отовсюду. Поэтому, 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 поэтому. Ну, еще трамвайную тему есть, но нам туда такое, там тоже трамвай, признается, уж куда я что-нибудь заходила. На непрекаемости дня затихло снежное рыдание, и как катится звеня трамвай, и жизнь идет проста насквозь, пронизана осенним солнцем. А что до снега, будет голос, не голос. Не бойся, мальчик, на ветру мы оставим, мы будем здесь слезами. Ты не умрешь, у меня там, Бог с нами. Вот, как тут, такие трамвайные ассоциации, какие-то уже пошли. И еще одно тоже стихотворение, на эту тему, потому что если я закрываю тебя полностью, она по 4-5 недавности, наверное, она не потеряется. Ты, среди и прочих, запиши мне аккорты трамвайные, научи подбирать их на слух, Чтобы музыка, будто случайная, появлялась из воздуха вдруг, Чтобы, мол, я вовсю черодействовать, являя на глазах ворон, Не дворовыми приплыми песнями, и не плачем чужим похорон, А стихами, чья светлая искренность, им появляться врагом людского. А проверкнет банально истину, все на свете стремится к концу, Все на свете, когда-нибудь кончится, бьет в Москву, будет полуночный бред, Только будет трамвайная звонница, будет небо, будет рассвет, И другой, кто-то встав почарованно, суету городскую клея, Трой колес будет слушать звонного, будет кто-то такой же покин. Спасибо. Один вопрос еще, на чем вы играете, Алисандр? На чем? На небо только. Нет, а музыка? Музыка, ну, это же полезнее. Я понимаю, нет, у вас есть отношение к этому звукоизнечению? Нет. Вообще никакого? Никакого. Только когда это, под этим делом могу петь. Хорошо, все понятно, просто мне кажется, что у вас стихи очень музыкальные, В том смысле, что они очень ритмичные, Мне кажется, что есть какая-то школа, А вот школа, если эта школа у вас, как бы сказать, откуда она взялась? Нет, в музыкальной игранке я не учился, потому что, потому что это трюмарь, да? Нет, ничего. А что касается музыкальной какой-то одаренности, Не знаю, у меня дед был, гармонист, самоучка, да? Точно, без нот, без ничего, мог сыграть все, что угодно. Он пользовался тоже успехом, потому что он везде, по всем компаниям, он был первым поездом в свое время. Вот, может быть, я не могу что-то передавать, да? Он все мечтал, что меня тоже всем обучат, но... Смотрите, как не стойко? И вы же не повреждали? Я не стойко, я не стойко, просто умер, когда мне было слишком мало лет, Дорогой такой, то есть не сложился. Вот, так у меня вот так бывает, когда я мечтаю, что я должен что-то освоить. Может быть, вот таким образом что-то передалось, да? А так вот что, я думал, что-то специально где-то играл, не хочу. У меня есть ощущение, что у вас музыканский есть, музыкальный какой-то музычный палат, Словность как мой, вот, и хоть пойте, хоть что-то делайте, мне кажется, что вам пишите, да, все равно помогает. Спасибо. Спасибо вам.